Дядя Соня Здравствуйте, мои дорогие! Ну что, шоколадную колбасу мы с вами уже готовили. Предлагаю снова приготовить колбасу, но уже не шоколадную, точнее шоколадную, но белую и с сухофруктами. Итак, смотрите, очень удобно, у меня нет там какой-то специальной посуды для того, чтобы на водяной бане что-то готовить. Я беру две кастрюльки, большую и маленькую. Одной фирмы у меня из Икеи. Сразу отправляю сюда 200 грамм масла и белый шоколад. Примерно один к одному, но вот у меня остатки не 200 грамм таких шоколада белого, а 180, и у меня он сегодня со вкусом арахиса. Тоже имеет право быть, можете взять просто плитку белого шоколада, я возьму то, что нашла. Высыпаю белый шоколад к маслу и все это ставлю на водяную баню. Пока оно растапливается, мы приготовим все остальное. Особо следить за этим не надо. Вот стоит себе, жарится, варится, парится, растапливается. Периодически буду помешивать. Ну а дальше все, как я люблю. Быстро и в одной посуде. Чернослив. Значит, смотрите, у меня чернослив очень мягкий, чистый, хороший. Я ничего с ним делать не буду. Если у вас суховатый, предварительно замочите. Я возьму примерно 150 грамм чернослива. 40-150-8. Возьму столько же кураги. С курагой та же самая история. У меня мягкая, чистая, свежая, поэтому ничего делать не буду. Могу использовать сразу. Если у вас сухая, то, значит, замочите. Готово. Это выкладываю сразу на разделочную доску. Мне нужно будет порубить. Печенье. То же самое банальное песочное печенье. Беру пачку. Пачка у меня 180 грамм. Значит, примерно половину пачки выкладываю в мисочки. Можете в блендере, можете в пакете. А можете сделать, как я. То есть я чуть-чуть поломаю и добью до крошки. Вот просто таким приспособлением, которым толкут пюре. Нужно просто в мелкую крошку. Либо выкладываете всю пачку. То есть можно постараться и в мелкую крошку всю сделать. Можно выложить всю пачку и примерно половину потоптать. И какие-то кусочки печенья останутся. То есть все без фанатизма. Чем меньше телодвижений и меньше посуды, тем больше мне нравится. Я помну, какие-то кусочки у меня останутся. Где-то песочная крошка тоже будет мне, в принципе, достаточно. Вот такая крошка у меня получилась. Часть печенья, часть мелкой крошки. И сюда нужно добавить курагу и чернослив. Сейчас я их быстро порежу. Очень не мельчите. На 3-4 части каждую ягодку. Не забываем поглядывать на наше масло. Как оно с шоколадом тут топится. Вот процесс пошел. В принципе, я здесь на постоянной основе совершенно не нужна. И понятно, что сухофрукты мы выкладываем к печенью. Добрую горсть грецких орехов тоже немного измельчим. И орехи тоже сюда. В общем-то, у нас наполнение для нашей колбасы готово. Ну и, как видите, масло с шоколадом растопилось. Остается выгрузить наш наполнитель. И все ответственно хорошо перемешать. В общем, все это масло с шоколадом должно, по сути, намочить печенье и превратить его в тесто. То есть очень внимательно, очень плотненько все вмешиваем. Все вмешали. И что нам остается? Просто переложить эту массу в несколько пакетов. Желательно не лопаткой, а, видимо, ложкой. Все это пока еще теплое. Разложили по пакетам. Сформовали колбаски. Такие добрые. Почти докторское у нас с вами получится. И буквально на 2-3 часа убираем это все в холодильник. Шоколад и масло, естественно, должны застыть. Ну что ж, мои дорогие, 3 часа у меня прошло. Я достаю колбасу из холодильника. Пакет разрезаем. Колбасу выкладываем. Сделаем из нее, знаете, такую, помните раньше, как в белой плесени колбаса продавалась? Я обсыплю ее сахарной пудрой. Прямо, чтобы она вся вот такая была пудренная. Правда, похоже? Ну что ж, и можно нарезать. Вот такая колбаса у нас получилась. Смотрите, какая красотища. Печенье, шоколад, масло. Сладкий сервелат. Остается, как обычно, попробовать. Посмотрите, как красиво. Целая мозаика. Ну, сладко, вкусно. Я считаю, что прекрасный вариант. Можете готовить. Это здорово. Это вкусно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok